1 евро за каждый час первые три часа потом 2 евро покупаем билеты в музей 10 евро за человека сейчас пойдем посмотрим машинки представляете музей 8 уровней вот на выходе из лифта мы уезжаем на самый верх на 8 этаж и сразу же здесь начинается экспозиция с того с первого человеческого автомобиля с лошадью которая возила мистера бенса также из представлены первые разработки мистера бенса самоходные телеги так они раньше назывались на паровой тяге они были и плюс к этому вообще в принципе прототипы которые были мотоциклы и моторные лодки первые самолеты поезда и так далее все с чего начиналось это были пионеры автомобиле строим и Субтитры сделал DimaTorzok Ну и здесь уже начинается золотой век машиностроения, золотой век автомобилестроения. Первые машины были люксовыми. Как вы знаете, первая машина, которая была массовая, это была модель Т-Форда. До этого все автомобили были люксовыми, их могли позволить только богачи. И, соответственно, они были вершиной того, что делала промышленность на тот момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно же, Mercedes, как гонки. Это один из первых брендов, который принимал участие в всевозможных гонках и ралли. Вот за моей спиной вся эволюция гоночных автомобилей Mercedes. С этой машины начинается гоночная история Mercedes. 1900 год. 1900 год-то уже другая модель. Модель Fenix называется. Первые модели, которые начали делать чисто только ради гонок. Вот такой вот Fockpick. 1909 год. Называется Blitz & Benz. 1908 год. 1914 год. Fricks Rennwagen. Вот примерно так они работали. 1924 год под номером 10. Видно эволюцию машин, да? 1934 год. Они делают их более обтекаемыми, все легче и легче. Все мощнее и мощнее. Например, вон там машина 1937 года. Развивала скорость 320 км в час. И 592 лошадиные силы. Представляете? Вон там машина. Притом, что она весила где-то 600 кг. 1938 год. 1937 год. Вообще, вон там машина как из спиди-гонщика, знаете, да? Вот это она была прототипом. 1937 год. 1939 год. Здесь уже начали применяться новые технологии. 1955 год. Уже другие шины. Уже другая безопасность. Уже другая мощность. Всего 290 лошадиных сил. Скорость 275 км в час. Но эта машина уже весит порядка 300 кг. 52-й год. 55-й год. Относительно современный. 55-й год. Называется Штормлиренваген. Вот такая вот прям мощная. Ваша мощная. Мощная. И дальше пошли уже ралли. Первая машина до ралли. 1963 год. Причем это был SE. Это не какой-то там C-классный. Это был SE. Потом 1939 год. Геландскуртваген. Красный. 1977 год. Уже гоняли по Африке, по бездорожью. Вон такой вот Mercedes E-класс. Ралливаген назывался. 1980 год. СЛЦ. Не просто какой-то C, а СЛЦ. Купе. 1980 год. Призер многих ралли. За Швецию выступал. 80 годах. Субтитры подогнал «Симон» 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 просто концепты просто красивые модель после музейной экспозиции начинаются салон где можно купить посмотреть разные модели mercedes сам популярные модели представлены здесь вот это вот все ряды где классов разные есть даже вот такой mercedes v-class микроавтобус с тэном наверху который превращается в палатку 73 тысячи евро стоит все закончился наш музей потрясающее место два часа пролетели просто моментально я хотел сделать небольшой подарок своим подписчикам купил только что здесь такой замечательный девайс я хочу его разыграть как обычно если вы подписаны на мой канал делаете репост этого видео и ссылку на этот репост оставляйте в комментариях то я разыграю вот такой вот ножик мультифункциональный которым каждый из вас может пользоваться купил вот только что здесь он идет в такой коробочке я положу это вот такой красивый пакетик mercedes и отправлю в любую точку мира подписывайтесь на мой канал делайте репост этого видео ссылку в комментарии случайным образом я кого-то выберу через неделю отправлю этот подарок вам ребята заряжаю этот брелок этот подарок супер энергии если у вас еще нет mercedes тот кто получит обязательно у вас появится mercedes в скором времени хотя ключ у него выполнен брелок в виде ключа так что это двойная энергия для вас давайте дерзайте